Рашение будовнести самой буйной у Беларуси солнечной фотоэлектричной станции, минавито на Брагиншине, прималось не выпадково. Тут самая великая в Украине, колька с солнечных дзен. А прочатаго у районе шмат свободных площадь. Еще год тому на этом месте, калявевские соболи, находились выведенные сева с вороту земли, былы колгасный сад и рештки господарших побудов. Будовничные работы заняли усяго три месяцы. Отрыманной на солнечной станции электроэнергии хапает для забеспечения Хойнинского, Брагинского, Лоевского и Шастково-Рыческого районов. Правда, объемы, які поставляются у агульную сетку, значно залежать от часу суток. На данный момент станция вырабатывает 12 мегаватт. Она рассчитана на 18, то есть, когда солнце в зените вырабатывается 18,5 мегаватт. Пасмурные дни в среднем выработка от 4 до 6 мегаватт. Агульная площадь Брагинской солнечной электростанции перевышает 40 гектаров. Гэта свыж 40 футбольных палев. Бадай адзины, больш-меньш значные складанности у эксплуатации узникают зимой, калей утварается слой леду. Але на гэта выпадок специально для беларускаго климату распроцовщики придумали оригинальные простасаванни для очистки панелев. Дарыш, и минулый зимой на станции было шмат птушек и зайцов. У морозы под панелями больше тепла. Боразбы с ними не вяли. Пашкодзить птушки ничего не могут. Фотоэлектростанция у Воголя конструкция достатково не складанная, але надзейная. До того ж, я е эксплуатация потребует самых минимальных затрат. Единственные затраты были на закупку оборудования и на ее монтаж. Сейчас на обслуживание станции тратится минимум денег, потому что никаких затрат. То есть газ не нужен, уголь не нужен, нефть. Только солнце и природа, возобновляемые источники. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель», Брахинский район.